Грузинское руководство Это не национальная политика Грузии Она ориентирована на Запад Это пресловутый европейский или атлантический выбор Грузии Он мешает России выстроить с Грузией нормальные отношения Потому что, как было во времена братьев Кочинских в Польше На вопрос, когда вы будете с нами выстраивать отношения Москва совершенно спокойно говорила А зачем нам с вами выстраивать отношения? Вы ездите в Вашингтон, получаете там инструкции Мы лучше с Вашингтоном будем выстраивать отношения К сожалению, Грузии придется пройти путь возвращения суверенности на свою территорию И только после этого мы сможем выстраивать с ними какие-то отношения Что касается Абхазии и Южной Осетии Это, безусловно, результат того, что эти страны признаны Россией независимыми государствами Результат, просто результат ошибки, которую сделал Михаил Саакашвили Это целиком и полностью его вина Любая попытка переложить на Россию ответственность за этот так называемый акт агрессии Является просто подменой понятий И мне кажется, что с течением времени Михаил Саакашвили должен за это ответить Причем в суде Только судебное решение может поставить все точки над и И в конце концов способствовать выстраиванию отношений между Россией и Грузией К сожалению, судебное решение пока в ближайшем будущем невозможно Потому что это будет означать, что европейские и американские политики должны признать свою слабость На европейской площадке получить такое решение крайне проблематично Хотя возможно Я думаю, что Россия стоит над этим работать Главный итог, который мы видим сейчас в отношениях между Грузией и Россией Грузией и Южной Осетии, Грузией и Абхазией, Абхазией и Южной Осетии Стоит в том, что несмотря на утверждение политиков Как с одной, так и с другой стороны Я имею в виду Саакашвили, который пытался восстановить так называемый конституционный порядок И жители Южной Осетии и Абхазии о том, что если Россия признает их, то это будет рай на земле К сожалению, это не оправдалось Счастье не наступило И не наступит еще очень долго К сожалению, нам с этим придется жить и работать Грузия при Саакашвили Это американский проект И нужно очень четко это понимать Американцы вложили огромные деньги В этот проект Вот этот вот нынешний эстеблишмент На 90% Это люди, которые Вышли из гнезда Сороса В середине 90-х годов Часть из них Когда Саакашвили пришел к власти Из этого гнезда Ушли вместе с Саакашвили Другая часть Ну, там такие люди, как у Саакашвили Или другие Они Им не оказалось места У власти И они Организовали Сформировали Оппозицию Которую Которую Потом привел к власти В основном Иванишвили Потому что Других не было Поэтому Окружение Иванишвили Оно такое Очень Своеобразное Но В своем большинстве Это проамерикански Настроенные Люди Которые прошли Определенную школу Определенные Курсы Взять того же Алласане Министр обороны Это Совершенный Агент Соединенных Штатов Америки И никто Этого не скрывает Поэтому Вот Коллега Алексеевна Сказал Что Не скоро Произойдет Вот это Вот Сближение Решение Тех проблем Которые существуют Между Россией И Грузией Между Грузией Абхазией Грузией И Южной Осетии Именно Вследствие Того Что Все-таки Подавляющее Большинство Политического Эстеблишмента В Грузии Сейчас Это те люди Это Не патриоты Они занимают Не патриотическую Позицию А это люди По своему Менталитету Ориентированы На Запад И в первую очередь Имеют Очень прочные Очень тесные Связи С Американцами С Евросоюзом С ЕСовцами И которые Конечно же Им очень трудно Будет Принять Скажем Решение Признать Факт Агрессии Со стороны Грузии Против Южной Осетии Это нужно Очень хорошо Понимать Из чего Состоит Из чего Состоит Основные Политические Силы В Грузии Это не значит Что в Грузии Там нет Патриотически Настроенных Людей Конечно Они есть Но Эти люди Достаточно Плохо Организованы Там Практически Нет Неправительственных Организаций Которые Выступали бы За развитие Отношений С Россией За урегулирование Мирное Урегулирование С Южной Осетии Которые Готовы Были бы Признать Ошибку Грузии И Факт Агрессии Грузии И На этой Платформе Выстраивать Новую Позицию Которая Вот О которой Мы Сейчас Говорим